Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сегодня у нас четверг, если не ошибаюсь, сегодня у нас 28 января 2016 года. За каждый день, что у нас было, не все, часть этого берем. Видите, какой насыщенный день бывает. Что нам писали, какие ответы. У меня уходит на это каждый день 14-16 часов за компьютером. Вот, пожалуйста, Никита. Номер 47. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. Вопросы, слово дважды появляется. Вопросы задавайте, пока есть возможность. Видите, когда я говорю что-то, начинает придерживаться каждому слову. И при том это все лицемеры. До одного это лицемеры, они ничего сами не делают. Вот представьте, если вы знаете, что такое симфония. Симфония на Библии. Симфония это созвучие. Тогда по одному слову, вот одно слово есть, допустим, мама мыла раму. Вот слово мама сколько раз встречается, указать в каком месте Библия указана. Слово мыть. Мыть. Мыло, мыло, помоет. Это надо в одно было соединить. Это на букву уже м пойдет дальше. Раму на р, так, это к примеру говорю. Ну и составлено есть симфонии много разных, составляли люди. И вот самое лучшее вернигородское. Лучшее как. Все глаголы одного значения сведены в один, легко искать. А другие так, как он встречается, так. Шел, пришел, у, ушел. Ищи на и. То ли шел, то ли ушел. Стирать, истирать, протирать. Это надо найти все глаголы и свести в один было. Вот по этому типу надо было составить на неканонические книги. 11 книг. Я просмотрел все симфонии дореволюционные, какие были, и нашел. Они непрофессионально составлены. Неумно, так сказать. Пользоваться почти невозможно. Я поставил задачу издать симфонию. Как издать? Одному симфонию создать. Создать ее и издать. И я стал делать это как? Ну, вот этот лист, который полный лист, вот такого размера-то, под руками нету. Это А5. Ну, обыкновенный печатный лист, который везде в машинку закладывают, большой лист. Мне потребовалось 475 листов, чтобы одновременно были открыты. И на каждом листе еще несколько слов. И потом эти слова, какие места Библии-то, книги выставить в алфавитном порядке, как они идут в Библии. Потом главы выставить в алфавитном порядке, словом, как они. И стихи, чтобы. Это вручную. Ну, вы где-то видели такое? Вот скажите, нормальный человек будет это делать или нет? Я еду в Новосибирск. А ехать в Черепаново, перекладные. Тут 200 с лишним километров Новосибирска. Ну, на середине там доходят электрички. А потом ты билет покупаешь и дальше на другой садишься. Сплошняком не идут эти пригородные поезда. Но они дешевле, чем идут часто. И я сажусь с этими, работаю с симфонией. Вот садишься, здесь сиденье, тут сиденье. Я ищу где нет, там, и напротив через коридорчик, и там. И все накладываю, чтобы не сдуло листы. И они у меня разложены. Вот наш слово нашел. Теперь какое по алфавиту, идти его вставить. И где оно выше, ниже по алфавиту. Ну, маленько-то понимаете, нет? Вот на такую симфонию, которую готовили, готовили ее 5 лет 20 человек. Прикиньте, умножьте одно надгое. Это 100 человека лет. Здесь делает один человек. И дома у меня комната 12,8 квадратных метров. Я их раскладываю. И они у меня листы вот так вот лежат на койках везде, на кровати, на нарах, на своих, на этих. Ну, на палатах, как говорится. И сделано, сделано 5 книг. И потом это все надо напечатать было, переплести и даром отдать. Ну, кто не слышит, даже поймет. Во-первых, хвалится. Человеку это невозможно. Это любой скажет. Это благодать Божия. Благодать даже. И делать надо с любовью. Не пропустить ни одного слова. Это благодать Божия. Но когда уже компьютеры появились, теперь я решил, что надо сделать на все 11 книг. И включить туда неканонические молитвы монасты, там с Паралипоменон книга, две главы из Даниила. Еще есть стихи, которых нет даже в синодальной библиотеке. Там 70 стихов примерно. Третья книга Езры, седьмая глава. Это 70 стиха. Вот так. И это все было сделано. И она у нас симфония, это есть. Сделал я. И что? Библейскому обществу сразу 100 экземпляров подарил. Даром. Вот желание распространить Слово Божие. Вот такое. Когда будете иметь, мы будем хотя бы примерно на равных говорить. А нападают, лают. Ну, мне-то никакой разницы нет. Но издать где? Как можно дешевле? Я метался по городам. Наконец поехал сам Новосибирский, издал. Да через каких-то еще кто походотайствует. Хоть чуть-чуть подешевле. Денег-то нету. И она издана и бесплатно раздается еще. Теперь только остаток там процентов 10. Вот задавайте вопросы. Чтобы вопросы отвечать, мне потребовалось 53 года непрерывно учиться. Непрерывно. Учиться и учиться. Это толкование святых отцов. Каноны, соборы, жития святых. Я должен все время держать в голове. Понимаете как? Ну, вы маленько-то прикиньте так и отступитесь от меня. Потому что это пустое дело. Вот пишет одна мне, я тут покажу, я женщина. Ей понравились мои стихи. Они не стихи, проповедь в стихах. С Санкт-Петербурга. Видно. Она говорит, я татарка, я неверующая. Но бабка была верующая. И вот она мне. Вы пишете стихи, а вы этого знаете кто? Я раз четверостишее дала. Ну, я сразу же отвечаю. Это Ода Гавриила Романовича Державина. Написана в таком-то году. И она полностью вот как. Ее это тронуло. И она тогда еще куплета три пишет. Редкие. А вы это сможете узнать? Кто это написал? Я сразу пишу. Армянский поэт Григорий Нарейкаси. Душа прославляющая Бога. И дала целую главу. Она там, говорит, чуть в обморок не упала. Я вам о вас узнаю. Да я бы приехал в Барнолу. Это вы знаете. Как не знать. Когда я издавал мировую поэзию за 300 лет. 300 поэтов. И потом 300 поэтов России за 300 лет. Вот 26 том у меня есть. Это ни много ни мало. Я должен был в голове проворачивать 20 тысяч файлов. 20 тысяч. Ну это Бог делает. Человеку это невозможно. Меня избрал, на это оттолкнул. И я дал. И поэтому то, что я здесь говорю. Мое вот, а нет. Люди дают-то. Ну прям вот нападают. Вот вы сказали. Ну не трудно вам это слушать. Отойди в сторонку. Найди другой более богатый сайт. Богатый форум. Более богатый видеоканал там в моем мире. Ну не надо злобиться-то на это. Злобиться на что? На свое незнание. Когда вы за девками бегали, говорится, за бабами. Я учился день и ночь. Учился и учился. И все еще учусь. Дело-то в общем. Вы времени туда потратили. И не любили ничего. Дело в том, что вот этой рукой я конспектировал за зиму. Около 20 тысяч страниц законспектировал. Заново Некрасова, Пушкина, Расула, Гамзатова. И почти все стихотворения помнил наизусть. Блока. Какие только поэты есть. Самые редкие. 300 поэтов России. Назовите. А они у меня в книгах есть. Это избрание Божие. Избрание. Он меня избрал на это, чтобы людям открыть. Ответить на вопросы. А где вопросы? Ну, я сейчас даже покажу, где наши вопросы и ответы. Если так маленечко, хотя бы чуть-чуть, кажется, кумекаете. Я не понимаю, еще кто-то вышел у меня здесь. Почему? Надо убрать бы его. А я не убрал. Вот смотрите. Вот у нас есть во свете Библии. Это наш сайт. Посмотрите, как он оформлен. Это все, учитывая, что ничего я не делал. Нашлись люди, которые помогли. Которые сделали. Вот здесь ткнешь на православный форум. Жать здесь на видеоканал. Здесь тысячи проповедей моих. Здесь вот ответы. 4124. Разбиты на 55 папок. Ответы эти в книгах. Из книг. Заново надо мне 30 того промолотить. Собрать. Вот любой ответ. Что тебе нравится? Жития. Вот, допустим, 17-е. Ну, ты избери сам. Скажи, какой? Грех. Грех? 11-й грех. Вот грех 11-й. Вот я воткнул. Открывается. Вот СОЖ про грех. Где вопросы мне задавали. Я вел занятия в пяти университетах. Три радиопрограммы регулярно вел несколько лет. Радиопрограммы. Две прямым эфиром. Онлайн. Одна была часовая. Так что восстали даже коммунисты. По эфирному времени я был на первом месте в Алтайском крае. Профессора есть, академики. Почему все на лапке? Не телевидение. Потому что в школах, в воинских частях, в милиции, в тюрьмах, в лагерях. Везде, везде востребован был. Я плохо слышу. И были записки. А потом попросили более подробно ответить. Ну, избери какой вопрос-ответ. Какой-нибудь. Вот. Какой? Что такое пагубное совопросничество? Вопрос тысячи восемь. Совопрос. Вот. То есть любят вопросы задавать. Вот я ткнул его. Вот открылось. Небольшое. Вот я курсивом жирно. Это Библия. В каждой книге у меня три тысячи. В каждой книге. Книга 752 страницы. Три тысячи ссылок на Библию. Вот Андрей Кураев вывел особый пенитет к Слову Божию. В Библии. Вот ответ. Ну, ладно. Я возвращаюсь. Допустим, еще какую-то тему. Избери тут что-то вот здесь. Что-нибудь. Показать. Разное. Разное. О, это очень большое разное. 42-ое. Вот открыл. Ну, а тут разное. Тут что? Вопрос какой-нибудь. Избери. Вот они. Это вопросы одни. Какой-нибудь. Мы не договорились с Никитой? Не подозревайте, что друг другу подыгрываем здесь. Есть ли те, кому выступление Толстенко отца Василия понравились полностью? Или выше? Выше. Выше. Ну, ладно. Что такое телегония? Вот я должен был все сказать о телегонии. Везде еще есть стихотворение. Я, кажется, не туда нажал, куда ты говорил. Ну, не туда. Ну, какую-то. Повыше? Да. Вот. Что там за вопрос? Кому выступление отца Василия? Или Толстенко понравились? Есть такие? Да, вот я написал, кому понравились. Вот как он говорил, вот это приезжал, это сотрудник КГБ, обратившийся и ставший священником. Пусть через каждое придет один сотрудник КГБ, станет священником. Маленько на равных будем говорить. А то евреи, жиды захватили. Приехал еврей ко мне. Полтора часа он стал православным. Теперь батюшка. Наум Израилевич. Вот с ним будет беседа на той неделе сколько. Ну, конкретно покажите ваши дела. Хоть какое-то. Я покажу веру из дела, а ты покажи без дела. Что ты без дела? Без дела это пустота, разреженное пространство. Вот так. Я это сказал сегодня хулителям. Они не пристают хулить. Везде это выставляют. Что-то ролики там мне, ослинные уши, как Рамзана Кадырова. У меня сейчас положение примерно такое же. Со всех сторон. Ну, собрать свою защиту, сказать, что не так. Ну, я показал. Вы ни разу не были здесь. Ни разу не встречались. Не знаете. Не тратьте зря время. Бесполезно все. Что нападаете, говорите, хулите. Вы лучше дайте ответы. Вот книги все. Вот они. Вот книги. Вот Новый Завет. И так, и так, и так дальше. Какие вчера у нас были? Да. Эпиграф. К этому ролику. Он продолжается каждый день. Уже 47 роликов. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II. Записанная им в своем дневнике. 2 марта 1917 года. В день отречения от престола. Понятно. Это всюду и везде. Измена, трусость и обман. Трусость и корысть. Поразившее государство. Коррупция вот эта вся. Взятое счастливое. И трижды больна этим церковь. Как сказал Краснов Левитин, церковный историк. Шесть сроков отсидевший в свое время. Вот. Ну, везде трусость и обман. А если я стараюсь, чтобы нигде не было, никому не изменить в жизни, не изменить. Вот поставьте себе программу, не изменить. Вчера был друг, а сегодня враг. Это мне сплошь такие. Знать не знаю. Раз, я ухожу. А ты такой-то. А ничего не говорит. А сказал кто-то. Ну, сказал. И при том, у меня почему-то рядом кто есть, всегда люди бывают, которым клевету идут. Я расстаюсь с митрополитом, с местным. Я говорю, чтобы заводщина-то нас не раздущили. Так уже пытаются. Уже, говорит, стучат копытами, рогами. И показано это на телевидении. То есть, митрополита трепет буквально. Кто? А вот эти, кто они там? Я их называю, кодло-церковное, патриарши. Это кто-то близкий к кругам. Якобы какие-то отделы, миссионерские. Какие отделы, когда все должны идти? Закройте все эти отделы. Никому не нужны. Отделы, миссионерские. А там самое злобное, которое чаще причащается, чаще исповедуется. Аж, говорится, глаза от злости выпадают. Зачем вам это надо? Мы православные, надо объединяться едиными силами. Другой говорит, вот у нас в церкви, там, торговля. Давайте объединяться. Там священники. Ну, как, говорит, объединяться? Что? Ну, давайте за руки возьмемся. Папу морду набьем или что? Молиться о нем надо. Он Бога не знает. Он несчастный. Ярванах стоит на кресте, вышел с ребятишками, жена здесь. Я не против жены ребятишек, но ты ждал обещания Богу жить один-то. Сегодня, говорит, если епископ не женатый и не гомосексуалист, это уже здорово. Это уже хорошая епархия считается. Ну, и теперь, когда мне вопросы задают в контактах, в одноклассниках, я там не бываю, это администраторы, модераторы перекидывают. Вы сами заходите на наш форум, на наш форум, и тут задавайте вопросы. Здесь. Это намного-намного быстрее. Ну, и объявления, чтобы помогли, вот считайте, что написано, помогли, по одному ролику берите и покажите краткое содержание. О чем они есть? Я не успеваю давать, просто название даю. Интересно, по роликам глядят, я называю, беседую с таким-то. Его находят они, теперь его грязью заливаются. Не знаю, сейчас Игнатием, это псевдоправославное, это сатана. Что только не делают. Ну, такое, все согласен с вами. Но если вам не сатана, вас, Бог, а чего вы трепещете? Иоанн Богослов сказал, тот, кто у нас, больше того, кто в мире. Одно то, что вы трепещете, и все их кодлы на меня, стаи, шакали, собираетесь, и каждый день воетесь здесь, это говорит о том, что наоборот, все. Я за вами не гонялся, двух человек никогда не собирал, чтобы кого-то преследовать. В жизни этого не было. Я наоборот гляжу, а почему он так делал, и попытаться как-то наладить контакты, пути. Ну вот, помогите. Уже у меня содержание, покажу, как это делает. Вот я. Ну, вчерашний день. Мир вам, Игнатий, смотрел свежие ролики ваши. Ужас, что творится на крещении у вас в Барнауле. Подобного я не видел. Звонил мне друг, набрал воды на крещение в Екатерининской церкви города Петрозаводска. Утром он натощак, решился испить воды из набранной церкви. Вода тухлая, с запахом пить невозможно. Звонит настоятелю Верещагину Андрею, а он говорит, зачем ты там набрал? Ужас, поп с ума сошел. Друг мой, его Павел зовут, зводит епархию, а там мычане. Секретарь ни рыбы, ни мяса. Если вода стухла, значит набрали ее, до 19 января привезли. В епархии там искушение. Архиерей выставил бутылки, чтобы охладить маленько там на улице. Ну, а которые учатся, прислужат семинаристы, то утащили и выпили. Там разборка-то какая у нас была тут. Утащил, вытащили. Ну, а у меня там работали свои, ну, родные, просто работали в епархии. Говорю, сегодня, говорит, вывозили тару от архиереи. Говорю, как, на машине, грузовая машина, полные ящиков пустых. Дальше. А попы? Попы не светили воду, это мое мнение. Вот такие чудеса в Московской патриархии города Петрозаводска. С уважением, Владимир Харин. Дальше. Александр Майданников. Мир вам, Игнатий Тихонович. Век живи, век удивляйся. Из сотен, тысяч друзей и знакомых вокруг, вдруг я получаю от вас послание. Не ожидал. И что интересно, ваши слова-стрелы бьют точно в цель. Не в бровь, а в глаз. Для вас не существует расстояния, и Господь открывает вам сердца людей. Что вы человек Божий, пророк, вводимый Духом Святым. У меня нет ни малейшего сомнения. И об этом я и сказал еще при первой беседе по скайпу. И через эти три стиха из Библии и ваши личные стихи, которые вы мне прислали, я понимаю, что говорит мне Господь. Сердечно благодарю вас, Игнатий Тихонович. И да хранит вас Бог. Слава Христу. Слава единому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Да. И еще раз благодарю вас за последние беседы по скайпу. Я понял, что вы не досказали мне, о чем умолчали. Слава Христу. Я много еще не говорю. Вижу, что человек слабенький, а потом он начинает догадываться. Вот так. Денис Осипович. Игнатий, подскажите мне, вы объездили много мест. Какой монастырь в России я мог бы поехать пожить трудником и помолиться, уйдя хоть на время отмерзмирской жизни? Ну, если так уже желаете, ну где-то же можно найти. Монастырей-то много. Посмотрите сами, как заочно можно советовать. Я не имею связи с монастырями. А уже в монашество идти категорически против. Считаю, что человек этот тронулся умом. Монастырей-то нету. Это одна фикция. Это еще Игнатий Брянчанинов сказал. Жизнь монастырская кончилась. Остались одни актеры. А актер, говорит, ничего не сделает. Это Феофан Затворник говорил. Все они. Дальше. Много читал в интернете, что практически сейчас в наше время невозможно найти такой монастырь. Вот ответ. Где бы можно было предаться молитве. Что монахов, так как таковых уже нет. Что в тех же монастырях монахи творят такое, что у мирянина глаза на лоб лезут. Где бы истинно найти такое место, чтобы душа моя падшая, погрязшая в мерзкой жизни, проникла к Господу нашему Иисусу Христу. Место. А ты создай это место. Не место красит человек, а человек место. Освещает и создает. Я никогда не искал нигде. Я есть и должен сделать. Не я, да как кто. Вопросы это в мире говорят. А ты начни. Я показываю вещи вообще невозможные. А симфония сказал. Найдите мне человека, который в личном, в одном порядке сам решил бы сделать симфонию. Ну просто найдите. Я просто один из фактов говорю. Где-то. Канон Андрея Критского. Молились, молились 1200 лет. 1200 лет. И вдруг я показываю, что он этот несовершенный канон, он на первой ступени только. И когда я говорю, даже архимандриты не знают, а почему он написан был. Потому что, и дальше потому что, Давид написал 50-й псалом, когда впал в тяжкие грехи. Отнял чужую жену, а мужа убил. И 50-й псалом, какой псалом его везде считают. И Андрей, он архиеписком побыл, подписал анафему 6-му вселенскому собору. И когда дошел маленько, что же я наделал? И он создал этот канон покаянный. Его надо возвести, этот же канон, на благодарственное и на словословие. Почему никто этого не делал? Ответ. Ответ дайте конкретно. Почему никто Коран, книгу, священную книгу для мусульман, никто ни разу всю пасурмаятам не прошел, чтобы сравнить с Библией? Я издал целый том. Почему? Не то, что там я умный, грамотный, я внутренне чувствую. Это необходимо для мусульман, необходимо для православных, для всех. Это необходимо. Почему никто Жития Святых ни разу не разобрал в Святой Святой Библии? А это 12 книг. Я ее разобрал, и два тома, восьмой, седьмой и восьмой. Полностью все Жития, в сравнении с Библией, вот так, в кавычки, взятые Жития Святых, и по тематике при том. Почему никто не разобрал поэта в России во свете Библии? По тематике. Вот какое участие поэты приняли в подготовке к революции? Кто знает, кто найдет ничего нет? Что об этом писал Волошин? Что об этом Бунин писал? Что Сумароков писал? Это 300 поэтов, надо было мне молотить и молотить. Это 26 том. Ну нападайте, ну, я взамен прошу. Мое плохое, негодное, ну мне дайте что-нибудь, чтобы я мог посмотреть. Никита, нетрудно тебе достать-ка симфонию вон. Вон она лежит. Внизу. Да ты так достанешь. Вон она, внизу. А то я говорю, и некоторые не видели ее даже. Симфония. Вот, пожалуйста. Вот она как издана. Какого размера буквы я все с Вернигородской взял. Мне бы не знать, если бы не романах Напанаил Судников. Теперь Николай Николаевич Судников. Вот она симфония. На неканонической книге. Баргалу 2004. Прочитай, вот что тут написано. А ты там держи, чтобы видно было. По благословению первосвященного Евтихия, епископа Ишимского и Сибирского. Потом он был у патриарха Кирилла Домодедовским. Это наш епископ. А вот как составлена она. Посмотрите, какая красота. Дальше. Симфония. Первый, наилучший друг и помощник всем, кто любит Библию и Господа Иисуса Христа и желает проповедовать. Симфония на неканонические книги Библии стала результатом совместного труда группы разработчиков под руководством Игнатия Тихоровича Лапкина. Разработчики это только помогли их составить, чтобы нигде не было ошибки. Больше ничего не участвовали в этом. Ну, в каком порядке главы должны идти, и вот как глава, стих, тут, ну, я не знаю, видно будет дальше. Данное издание выгодно отличается от предыдущих своей полнотой в 2,44 тысячи сотых раза. Вот сколько, насколько она точнее в 2 целых, надо тоже математически было высчитать. Вполне самый полный на неканонические. И удобством пользования подготовлено с использованием компьютерных программ для выборки всех слов. То есть на сегодня является самой полной симфонией на неканонические книги. Данная симфония сделана по образцу вернигородской, то есть слова даются не по падежам и формам, а все формы слова объединены в одну статью, например, «Идти», «Ходить», «Шел» или «Ад», «Ада», «Адом» и так далее. Это выгодно отличает нашу симфонию от других и сильно облегчает поиск многих слов. В книгу также включены такие тексты Библии, как 13-14 главы Даниила, молитва Монассии и отсутствующие в Синодальной Библии стихи 36-106, а из 3-й книги Ездры в 7-й главе. Это взято из латинской гульгаты, берсельского издания. Неканоническими книгами постоянно пользовались святые отцы в своих поучениях, такие как Иоанн Златоуст. Чтение неканонических книг рекомендовано поместными соборами и святыми отцами. Владикистский 59-69, правила Карфагенская 33-я, апостольская 85-я, Афанасия о праздниках и стихи Григория Богослова и Амфилохия. 2004 год. Пожалуйста, в любом месте, только открыл, посмотри, подержи, какие слова, как оно взято. Победите, какая красота. И это самая трудная книга у меня далась. Сколько раз пришлось переделывать, только пришлось три раза. Где-то срыв, где-то пропущенное слово найти невозможно. Заново начинаю работать. Ну-ка, это концовка уже. Вот последние слова. Какая страница? 405-я. Вот здесь что? Это краткое содержание названия книг. Оно не вошло потом отдельно. Теперь, вот какие объявления. Сколько здесь? Вот посчитай, что здесь написано. Сифония на неканонические книги Библии. Барнаул, Крестово-Зижевская община, 2004 год. 408 страниц, стираж, 1000 экземпляров. Главный редактор Игнатий Тихонович Лапкин. Программное обеспечение «Загуляев». Видно, Александр, Алексей. Александр Сергеевич. Александр. Галин муж. Обработка текста Игнатий Тихонович Лапкин, Загуляев и Савченко, Виктор Николаевич. 18 корректоров работали у меня только над этой книгой. Единственная книга, которая потребовала таких сил. Компьютерная верстка и иеромонах на фейн судников Лапкин, Игнатий Тихонович. Корректор Лапкин, Игнатий Тихонович. Все, видите как? Эта книга, вот чтобы создать ее, вот она, плыть маленько. И вот такая она и есть, вот знаете как, с круглением корешка. Это сделать, сделать ее, потратить годы и потом отдать ее. Это наследие. Меня не будет, она книгой останется. Вы не будете, у вас что останется? Я говорю гонителям. Отстаньте от меня, берите мое сокровище, я вам даю даром. И они эти книги у меня все выставлены в нашем сайте. Дальше. Фейм, фейм. Что это? Фейм, фейм. Что это? Фамилия, имя, даже здесь скрывается. И человек, видно, что неплохой. Как говорили вчера, да это старик-то дурной, его в дурдом надо поместить. Ну я был в дурдоме-то, я проверен. Помните, как Валант разговаривает? А вы знаете, для душевно больных, он говорит, знаю, знаю. А там безродному-то Ивану-то. Ну забыл спросить, что шизофрения, но вы узнаете, когда попадете туда. Мне оттуда ответ пришел. Меня 26 лет психиатрия мучила. А потом реабилитирован злоупотребление советской психиатрии. Эта справка чего-то стоила? Дальше. Как я согласна. В храме стоим и ногами молимся. Ни слова не понимаем. Душа тянется, а понять не дают. Я как-то с книжкой встал в храме, чтобы понять, о чем молятся во время литургии. Книжку отобрали, наорали, из храма чуть не выгнали. А для взрослых курсов нет по обучению. А у католиков стоят со своим розарием и считают, у нас была католичка одна в Покровском соборе. Она все время стояла с книжечкой, следила. Но на ее смотрели как на чуждый элемент. А тогда было принято решение синодом, что католики могут у нас причащаться, а мы можем у них. То есть вот это так канонического признания общения. Проходит несколько лет, и это правило убрали. А это было при советской власти еще. Коваромейл. Чтобы у мальчиков не было влечения к девочкам, не гоже их вместе держать. Так что это ваш грех. Наш грех. Чтобы в лагере у меня мальчики и девочки. Нужно разделить, чтобы в лагере девочек не было. Ну скажите, грех это или не грех? А потом он где увидит девочку-то? Он не будет знать даже. Вот считают, что не надо. А тогда и в семье надо прятать, и в семье бывает непотребное. Не зря в царские времена гимназии были отдельно для девочек и отдельно для мальчиков. Боже хорошо. Это все равно, что поставить кадушку меда перед медведем и не давать ему ее поесть. Да вдобавок его дубасить. Читает на новоучение. При каждой попытке полакомиться. Вот так. Ну вчера я, вот смотрите, потерялся у меня человек, хотел приехать из Москвы. А Роман Проликов. Ну я сказал в прошлый раз, тут идет он где, и видно его фотографии. Никто не откликнулся. Кто откликнулся? Сергей Козлов. Парализованный знает больше всех, которые находит. Кто виноват это? Кто? Или нас надо парализовать, и тогда мы будем что-то знать, заботиться. И он откликнулся, нашел. Я уже, и говорит, ролик этот можете поставить. Фотографию только попросил у меня. И уже я его выставил. Все. Собирался потерявку приехать, и вдруг нет. Я беспокоюсь все время. Ну, куда он делся? Может, дорогой сняли. Может быть, беда была, упал где-то. И, наконец, он нашелся. Теперь еще с ним и не встретились. И вот где он? Я показал. Сергей говорит, покажите, где его найти. Я показал, где, в каком месте у меня он на форуме есть. Вот здесь. Дальше. Если можно, то сразу поставьте заголовок в роликов, сделать большие буквы и одно О в имени Роман. Дальше. А как себе скачать? Сначала перекачать сюда на рабочий стол, а потом поставить? Не ухочется качество. Вот Сергей сказал, делай, ставь. Надежда Тишли. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вопрос у меня по эпитемии. Иисус Христос, Господь, наш прощал грехи и не назначал эпитемии. К примеру, я покаялась в грехе слезно дома, и Бог убрал желание всякое делать этот грех. Перестала грешить. И понимаю, что без Бога я не смогла бы перестать грешить. Означает, Бог простил меня? Эпитемию Христос ведь не назначал, но по канонам мне все равно должны назначить эпитемию. Нужно у батюшки ее выпросить, что ли? Хотя я сама наложила 130 поклонов в день. Знаю, что Бог исцелил меня от этого греха. Означает, что и простил, или без эпитемии никак. Эпитемия заключалась не в поклонах только, а в изгнании из храма. Аборт сделала 10 лет от ученых. Значит, два с половиной года должна стоять там, даже в притворье заходить. Потом это называется что? Ну, я плащащая. Это четыре категории ступени. Вторая. Припадающая, слушающая. Последние два с половиной года. Куб настоящий. Вместе можно стоять. Сверхными, но не причащаться. Вот. Я сейчас даже покажу. Чтобы ей ответить, то смотрите, сколько надо было мне найти. Вот здесь, посмотри, где эпитемия правила. Вот. Я буду просто показывать. Вы посмотрите, чтобы вам было... Постой-ка. Я это дело выделю. Маленечко, чтобы было удобнее. Так лучше будет. Вот где эпитемия, слово встречается. Смотри. Считай, слух тогда. Свераха 8.6. Не укоряй человека, обращающегося от греха. Помни, что все мы находимся под эпитемиями. Вот так. Третья книга. Царство 14.12. Встань и иди в дом твой. И как скоро нога твоя вступит в город, умрет дитя. Эта эпитемия наложена на нее была. Эпитемия. Наказание. Наказание. Дальше. Второе царство. Дальше смотрите. Умрет дитя. Паралипоминон. Вот она где. Ну просто посчитайте. Я вот оставляю где-то. У нас времени нет. Первое Коринфином. Прочитай. Первое Коринфином 5.3. Эпитемия заключалась в отлучении от церкви. Все правила об этом говорят. Человек убил человека, а потом раскаялся. 18 лет он должен стоять. Были эпитемии до 30 лет. Это когда предавал, людей мучили и прочее. Половина жизни. И ни один святой отец никогда, нигде не говорил, что не нужны эпитемии. А сейчас полностью отменили. Это не православная церковь-то. Это одно название. Без эпитемии нет православия. Ян Златоуз говорит. Это место ад. Превращается в ад. Дыра в ад. Если священник не накладывает эпитемию, Златоуз говорит, он гибнет сам и того, кого прищищает. Два мертвеца в ад скатились. Но я это виноват. Или это скрыть надо? Как мне наставитель со слезами говорит. Игнатий, до каких пор вы будете мучить мать церковь нашу? То я о крещении сказал. Да вы бы не сказали, никто и не знал, как правильно крестить. Зачем вы это сделали? Вот открыто что. Не надо говорить. Не надо. Вот это и получается мракобесие в храме. Дальше. Правила. Ну просто прочитайте. Я сейчас пока показываю. Зафиксируйте и посмотрите. Некогда мне даже. Время нет. Что такое эпитемия? Вот оно. Определение эпитемии. Если человек кается искренне, на одну треть может сократить, но не больше. Вот оно. Просчитайте, какие соборы, Первый Вселенский, Шестой, Карпагенский. Ну еретикам, бомбтистам это не надо. Зачем? Они святые. Теперь вот оно где. Это вот чтобы я ответил вчера, я Никиту попросил попечатать. Он помог мне. И все это напечатали. Это все нет дальше. Качество эпитемии. Когда она прекращается. И вот смотрите, как написано. Вот это последнее. Просчитай. Отлученный, сподобленный по причине отчаяния к жизни, причащения, выздоровев, обращается к дополнению эпитемии. То есть, допустим, он смертельно заболел, а у него, ну, женщина за аборт, отлученная, на 10 лет. Ну, полгода прошло, она заболела и помирает лежит. Священник обязан прийти и причастить. А она выздоровела. Теперь выздоровела, она встала, теперь 9 лет, которые она не дошла. Опять возвращается назад. Не так, что попала под амнистию, больных отпустили, ничего нет. Никуда не девается. И другого правила нет. Это что, мстительные, злобные были? А сегодня такие любвисты? Это крохоборы. Они боятся потерять. Говорят, если я, говорит, канона включу, в храме никого не будет. Так это шалман, не храм, не храм. Это скотомогильник я называю. Почему? Пришел к погибшим овцам Израиля. Погибшие овцы лежат. Что такое? Это скотомогильник. Скотомогильник. Вот один ответ, чтобы ответить этой надежде. Сколько вчера пришлось мне поработать? Дальше. Александр Марьясов. Мы в конец... Там вот это прочитали? Пятимю Христос ведь не назначал. Нет? Прочитали. Читали, читали. Читали. Дальше. Александр Марьясов. Мы в конец испортились. Как нас Бог еще терпит? Сегодняшнее поколение, это поколение равнодушия. Не воины. Большинство только для аппарата и годится. Безбожникам, хурителям дают выступать по телевизору. И церковь молчит и не отлучает этих богохульников. А надо было бы отлучать таких. Отлучения, что ли, жалко. Давайте не будем ждать, когда кто-то другой вытащит змею из дыры. Чтобы мы оставались в покое. Молчат от безразличия. Вот от чего молчите вы не говорите. Священники, я против священников, ругаю священников. Вот кто. Скажите, мои слова это... Мои слова. Но это не мои слова. Дело-то в общем, заранее уже скажу. Не мои слова. Я, например, скажу. Я еду по стране, ну, с священником встречаюсь. Пустой храм, ни одного человека нет. Один священник и стоит за прилавком. Стоит там, перебирает копейки. Один, никого нету. Слышишь, никого нет, никто не ходит. Но он из-за прилавка не вылезет. Я говорю, да, патриарх Кирилл-то верно сказал. Проехал до востока и говорит, состояние духовное развалино. Да вы что, да у нас же монастыри открывается, у нас семья. Я говорю, духовное развалино. Да как вы можете говорить? Да разве можно? Я говорю, патриарх сказал, проехал. Патриарх? Ну, тогда так, наверное, и есть. Ну, какие же вы люди-то? Заговорил богатый, говорит, провознеси до облаков. Заговорил бедный, все. А кто это такой? Это было еще до Христа. Это лицемерие. Одни лицемеры собрались. Дальше. Плохо, что вы... Плохо то, что даже люди, что-то имевшие внутри себя, стали охладевать и говорить. Разве я смогу изменить ситуацию? Разве я могу? А если так будет, что будет? Что будет, вы не знаете еще. Не было повара, как говорит. Что я говорю? А что вы делаете? Видно, развалины духовные, развалины, смерть. Мы должны с дерзновением исповедовать нашу веру. Потому что, если мы промолчим, то понесем ответственность. Это Иезекииля 3.18. Кровь его с тебя взыщу, если ты молчал. В эти трудные годы каждый из нас должен делать то, что возможно. А что невозможно, оставлять на воле Божию. Так наша совесть будет спокойна. Если же мы не противостанем, то поднимутся из могил наши предки. Вот кто будет за каноны стоять, за отлучение от церкви. А то поклоны придумали. Поклонов нигде в эпитемиях нету. Поклонами нельзя наказывать. Поклонами, когда ребенок неправильно крестится, тогда я ему даю вот столько-то поклонов, чтобы правильно, ну это чисто механические действия. Поклонами нельзя эпитемию выправлять. Просто презрение к канонам получается. Каноны это радость, а не наказание. Они столько выстрадали за Отечество, большая буква. А что делаем мы, для него мы, если христиане не станут... Мы делаем. А делаем ли мы для него что-то, даже для Отечества? Ну вот задайте вопрос, тебе ответьте. Дальше. Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то разорители обнаглеют еще больше. Я исповедник. Я сидел в пяти тюрьмах. Меня мучили. 26 лет только психиатрия давила. Я исповедник. Но я не мученик, я не умер. Я исповедник по всем статьям. Не надо уже говорить там. И все понимают, да, действительно, брат был за слово Божие, за проповедь, за издание. Тут уже даже враги и те смиряются. Ну, вам уже не стать исповедником, но, может быть, в этот год что-то изменит. Придет ИГИЛ сюда или кто-то. Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то разорители обнаглеют еще больше. Но теперешние христиане не бойцы. Если церковь молчит, чтобы не вступать в конфликт с государством, если митрополиты молчат, если молчат монархи, то кто же будет говорить? Вот вышел я такой, лапотник, ничего у меня нету, никаких семинарий у меня, ничего вообще у меня нету, кроме любви к Богу, к Святой Библии и к людям. А ведь если мы не начнем воевать против зла, не начнем обличать тех, кто соблазняет вершим... Это попы, епископы соблазняют патриарх... Ну, то зло станет еще больше. Еще больше? Если же не убоимся, маленько ободрятся верные, и тем, кто воюет с церковью, будет потруднее. В прошлом наш народ жил духовно, поэтому Бог благословлял его, и святые чудесным образом нам помогали. И мы побеждали наших врагов, которые всегда превосходили нас числом. Мы сейчас говорим, что мы православные, однако, к сожалению, часто носим лишь имя православных, но не живем православной жизнью, а святой преподобный старец Паисий Святогорец. Ого, так Паисий сказал, ну тогда так и есть, а то Игнатий тут вякой сидит. Так я эти слова все время и говорю. Юрий Соболев, благодарю за ценный материал, Игнатий Тихорович. Мне кажется, что большинство епископов нынешних с этими правилами не знакомы. Да и кто, когда и где накладывал настоящую эпитемию в наше время? Ваша община, конечно, не в счет. У нас накладывают именно так, по полной программе, полное количество лет. Если случился аборт, 10 лет она стоит отдельно. Дальше. Александр Лобачев, чем больше я читаю и слушаю вас, сердце начинает понимать, как пали глубоко мы вместе с нашей церковью и пастырями нашими. Такое впечатление, что живой веры-то и нет, какая-то игра кругом, одни деньги. И как выполз ты из круга сего? Не знаю. Уныние, печали, еле сдерживаю себя. Тоска на душе. Помолитесь обо мне. Всегда ваши письма, как мне кстати. Аминь. Видите как, на душе, тоскливо и проще. А теперь смотри. Мое я взял стихотворение, разослал. Старое стихотворение. Ну, прочитай. Оно не стихотворение, еще раз говорю. Не стихотворение. Это просто, ну, чуть-чуть подстихотворил я их. Езекииле прочитал, как священники ведут себя. Езекииле 34.4. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. Это сегодняшняя архиерея. Весь сенот в этом погряз. Священники все почти, почти, почти. Может быть, на одной руке можно показать, которые так не делают. Езекииле 34.16. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Ну, разжиревшие, которые глаза от жира выкатились. Это посмотреть, как они выглядят, какие попы выходят. Да на народ разве можно выходить таким? Такую стромоту навели. Захария 11.16 Ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботился. Его Бог поставит такого. Потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучное будет есть, и копыт их оторвет. Это сегодняшняя попы патриархийная. Это Бог поставил его для того, чтобы нас наказать через них. Я поставлю Бога, говорит, вот какого. Так поставить, Господи, хорошего поставь. Нет, я вам дам такого, говорит, долго искал похуже, но не нашлось. Как про императора Фоку один молился. Вот мое стихотворение как бы. Больные, встаньте, чтобы начать обход. Причин болезней, как они возникли. Больной зубами. Да, вы держащий торт. Смеясь. Не вы, товарища, казнили? Сарказмы, шутки, высмены вами, Который день в печали изнывает. Усмешкой злой болезнь к себе призвали, Но далеко не каждый это знает. Больные ноги просят костыли, Коляски инвалидные и опоры. А где вы? Где до этого прошли? К прилетию крови не были ли скорые? Быть может, вы любили танцевать. Вот судорога теперь напоминает. А той, кого послала с блюда мать, Больные те, кто ближнего пинает. А слепших много, близоруких тьма. Всех подведите, не забудьте склянки. Глазная мась сдерет бельмо с ума. А щеки вам не помогут, христианки. Смотрите вдаль на горные чертоги, И страхом Божьим обуздав язык, Пусть дух растет, а не каблук высокий. Беги, ведь ты совсем ходит отвык. Желудочные, пояс подтяните. Вот пост, меню от язвы натощак. С голодным хлеб насущный разделите, А мясо с кровью бросьте для собак. Как вижу, многие меня не понимают. Пришли они, все куха, горло, нос. Не плоть, душа у них глухонемая, Но их сегодня вылечит Христос. Сердца откройте, покажите веру, По вере ваше исцеление вам. Страх Божий в ухе растопляет серу, Открыв проход евангельским словам. Вдыхайте ладун, гаймориты сгинут, С слезой выйдет насмерк навсегда. Грехи поют на гландах ваши гимны, От кашля не останется следа. У гардероба очередь большая, Снимайте гордость, ханжество и спесь, И все, что сдал, сжигается с овшами, Корыстолюбие, трусость сдайте здесь. Потом проверка зрения и слуха, Набаяние, осязание, вкус, И спросим всем послать святого духа, Крестья их всех, как повелел Иисус. Для многих имя в карточке исправить, На Павла савл, варнавый стал и уст, Курить и пить, терпеть, Теперь они не вправе, И бродобрите, позабудут пусть. Хромавшим исправляются колени, Известным возгласом, восстань, ходи, Во имя Иисуса Назорея, Больных знакомых также привести. Что из того, что кто-то не поверит, Как ты прозрел, раскаялся и выжил, Туберкулез, коварные каверны, Вы мне, во мне кипели, Но Христос их выжих. Пасхальный гимн, воживший уста, Вложил он сам, даруя исцерение, Без синего больничного листа, Болезненно тоскливого продления. Анализы терпения и скорбей Микроб греха определяет вера, А перед выпиской провериться в борьбе, Желанный рай тогда откроет двери. 19 сентября, еще в 86 году написал. А вот как нужно ролик разбить по минутам? Вот Николай Коля пишет, Это на 36, вот он, смотри как. Какая минута, какая секунда, И о чем тут говорится. О, пожалуйста. Вот. Это я вам, ну, показать просто хотел. Теперь посмотрим, Какие нам пришли известия здесь. Вот это у нас, Ну, сначала канал наш посмотреть. Вот он наш видеоканал православный. Около больше четырех тысяч наших роликов здесь. Каждый раз я выставляю четыре, И вечером два стихотворения своих. Аудио начитаны. Вот где. Вот видите, тут попорядок какой. Но я хочу познакомить вот с чем. Вот здесь слово главное, Вот оно видно, где нажать надо. Главное. Нажал. И теперь вот оно идет. Что здесь? Жития святых выставляется. Вот, жития на каждый день. Тысяча сто семьдесят три ролика, может быть. Кто-то там делает. Нашелся человек. То, что в 80-е годы я насчитал. Это аудио на моем сайте. На сайте. Вот. И, ну, вот на этом сайте. Здесь видео. Звук и видео. И здесь жития святых. Жития-то жития, Но надо, чтобы люди знали. Так. Я что сейчас смотрел-то? Наверное, вот это вот, да? И вот жития святых. Слушайте. Включил и слушай. Конечно, качество не очень, потому что 30 лет прятали эти где-то пленки. Вот. Вот какой у нас Мейл.ру, Мой мир. Тут же я все перетаскиваю сюда. Вот оно здесь. Жития святых. Все, что ставится с Ютуба, переношу сюда. Вот. Это вот наш форум. Вот он на нашем форуме. 1880 разных тем. Прямо сюда заходите. И вот здесь вот написано новое сообщение. Вот две, два пункта запомните. Она на первую страницу сюда выйдет. И вот здесь вот общий поиск. Рамочки в нее любое слово вставьте, оно вам найдет. Вот. Теперь посмотрим, какие ко мне пришли. Это оно в более ранний период. Игорь Кузнецов. Здравствуйте, Игнати. Да, да, мне это знакомо. Это очень непросто. Но мне доверяют, и на ночь даже оставляют компьютер. А к утру все готово. Ну дальше, что он пишет про компьютер здесь, я пропускаю до сих пор. Зафиксируйте, кому интересно будет. Видите как. Дальше Геннадий. Морозов. Дорогой Игнатий Тихонович, планируете ли вы благовестие в Казахстан? И можно ли заказать у вас комплект книг по почте? Сколько это будет стоить? Ну сейчас 24 с половиной тысячи, 38 табов. Ну дальше я показывал, но это уже более ранние были. Елена Трегубова. Доброго вечера, Игнатий Тихонович. Я прослушал видео у вас на странице. У вас такая биография богатая. Вы много где учились? Да, учился. Всю жизнь учился. Минимум 5-6 университетов закончил. Как-то встали, то собрались. Кандидаты там эти разные. Вот смотрите, вы знаете такой? Акафист, слава Богу, за все. Его написал не кто-то, а Григорий Петров в сталинском ГУЛАГе за несколько дней до расстрела. Григорий Петров, кому-то сейчас приписывает, даже здесь плагиатством занимается. Ну, хороший-хороший. У меня мысль пришла, я ее не мог выполнить. Написать Акафист химии. Всех ученых там задеть, что именно химия открыла. Отдельно Акафист за физику Бога прославить. Богу. Отдельно за ботанику. Отдельно за астрономию. Я пошел искать профессоров где-то, но просто не успел сделать. Помогите, возьмите на себя какую-то одну тему. Отдельно по животноводству. Отдельно растения и водства. Сельское хозяйство. По космосу. Отдельно столько же сделать-то. За певов, припевов там. И слава Богу. Ну, то есть, за образец, как взять вот это, слава Богу за все. Смотрите, сколько тем. Никто не делает. У меня это не выполнено оказалось. Это мое желание было. Я начал искать и прочее. Вот, мировая поэзия, что поэты говорили на библейский сюжет. И я искал артистов. Ко мне на дом приезжали из других городов. И пленка вышла такая. Библейские мотивы. Ну, то есть, тем столько, работы столько, я не успеваю это делать. А вот это у меня осталось. Желание. Отдельно написать про зверей. Отдельно про птица капец. За все прославить Бога, как Давид. Звезды, славьте Богу. Вот так. Юноши и девушки, славьте Богу. Ну, как Давид говорит. Составьте каноны эти. Они будут очень полезны, интересны. И посмотрите. Найдите людей, которые там, лауреаты Нобелевской премии, что сказали. Еще бы кто-то о них говорили, помогали. И составьте акафисты эти. Дальше. А то он опять пишет. Ну, вот сколько есть, я покажу. Как он делает, как что. И чтобы у нас поставить, помочь. Посмотрите. Дальше. Владимир Брагинцев. Насколько мне известно, мощей у этого святого у нас в городе нет. Игнатия Ростовского. В честь его я назван говорю. Возможно, они в Ростове Великом. У нас есть частицы мощей святого Дмитрия Ростовского. Вот мощей, вот это, крамсане, категорически против. Все мощи надо собрать и похоронить. Все. Из антиминцев отовсюду все мощи захоронить с великими почестями. В прах ты и в прах возвратишься. А то Игнатий издевается над мощами. Это вы издеваетесь. Олег Гор. То ли Гор в горах живет, то ли фамилия, не знаю. Игнатий Тихонович, просмотрел ваше видео. Появился вопрос к вам. Почему детки на фото стоят на службе со сложенными руками? Ну, со сложенными имеются вот так вот. Вот, смотрите. Во-первых, удобно стоять. Так, долгая служба, 3-4 часа, как устарабляться. Пока опустить в руки вниз. Я посмотрел иконы, прошел 475 изображений, и чтобы руки вот так опущены, только у Елисавета, вот, новканонизированный, так нарисовали. То храм держится, храм построил, то еще что-то. Руки обязательно в каком-то положении. Вот поэтому так удобно стоять, и крест-накрест напоминает крест. Это крест. Руки сложены. А сзади руки что говорить? Неуверенность. А это уверенность говорится. Как ходил тот и другой, посмотрите, люди. Вот, сколько учились. Вот я, посмотрите, как я учился. Коротко прочитайте здесь. Дальше. Тоже прочитаете. Затормозите это дело и прочитаете. У меня 20 минут на часа на сон уходило. Вот. Это один ответ только я даю. Открытым оком. Что заканчивали. Вот какой ответ. Какие вопросы. Это один вопрос. И один ответ. Вот посчитайте. Это все надо было печатать. Я максималист. Ну и что? В общем, поднялся. Если ты вспоминаешь что-то. Как работал я. Видите, как. Это один вопрос. Другие люди, что говорят. Как видели это? Вопрос взятый из книг. Это набрано было. Вот как отвечает. Как судебные органы, как отвечали. Это не мои слова. Это что? Я когда судился и показывает. Это показывает, заканчивается. Вот так. Что тут? Кузнецов. Там про Линокс, про компьютеры говорится. Про компьютеры. Вот пойдешь, которые вызывают. Они не ремонтируют то другое. И сидят там охота смотреть. Что значит быть одного и что значит друзья есть. Меня обслуживают ну минимум три программиста. Профессиональных, которые работают где-то. Даже больше. Больше. И они не могут дозваться. Один раз вызовет тысячу рублей платить, а то больше платить. Я не плачу. Мне все куплено. Все. Ничего здесь нет. И телефон поставили. И кто-то плащет. Интернет. Почему? Любовь. Я окружен любовью божией. Что тут? Рукор. Посмотрел видео. Почему руки сложены? Да. Держи что-то. Давайте я про это отвечал. Это дальше. Сейчас посмотрим. Это наш провократный форум. Так выглядит. Телефон звонит. А? Телефон. Слава Иисусу Христу. Видите, даже рядом сижу и не слышу. Ну, тут на что я отвечал? Ну, непонятно. Нет, это не вы. Это Андрей Смирнов пишет. Ну, ладно. Вот, смотрите как. Дальше заходите на наш сайт. Видите, какой ответ мой? Это места Библии. То есть, отвечать не мне надо, чтобы Дух Божий людям ответил. Приучить их к Святой Библии. Ну, вы найдите сейчас где-нибудь, чтобы вот так вот описали, посылали и на основе Слово Божьем. Более-менее Олег Кстеняев. Только-то. Дальше. Роликов, Роман. Вот, я вот даже сейчас туда и не заключил. Еще надо подставить будет. Игорь Тихонович, еще я нашел в Библии, Бог повелевает наказать определенные народы за их беззаконие. Например, в Палестинске. Ну, ладно, дальше я показываю, много пишут. Видите как. Просчитайте вот где-то. Его нашли. А то немножко попозже. Вот оно что. Просчитайте. Видите, места Писания. Вопросы какие хорошие задает. Ну, большой, поэтому... Я уже ответил. Людмила Орлова. О, какая хорошая. Игнать Тихонович, прошу святых молитв за мужа моего. Вчера забрали в полицию. В храм ходил, причащался, исповедовался Александром звать. Венчане. Что его забрали в полицию? Чтобы он у них служил? Или что-то сделал? Или наехал? Или пьяный был? Ну, непонятно. Надо более подробно. Наталья Ушакова. Игнатий Тихонович, помогите разумить мужа. Напишите ему. Он в храм никогда не ходил. И считает, что верит в душе. И этого хватит. Вот не знаю, готов ли он. Но если он взялся комментировать вас, то значит затронуло. Простите его ради Христа. Тяжело мне с ним. Помолитесь о нас. Любили друг друга, сошлись. А теперь тяжело не знает, как и куда. У Ионы было такое. Иона, митрополит киевский. Вот возьмите с него пример. Почему нигде его не поминаете-то? А каких-то еродивых собирает. Вот к нему приходит такой-то помолиться. Он помолился, рука отсохла. Его боялись, но обращались. Вот у меня бывает, она подошла. Муж такой был, но такой хитрый, говорит. Как-то мою маму обольстил. И мама, выйди, выйди замуж, он хороший. А вот такой, говорит, зверюга оказался. Ну, помолитесь, чтобы как-то мне это... Помолился. Она приходит через неделю. Умер. Умер, говорит. Да как умер, здоровый был. Не знаю. Ну, я молился об обращении. Я не молился, чтобы умер. Проходит еще неделя, одна подходит. А вы за Полину-то молились, у нее с мужем умер. Помолитесь за моего мужа, что он умер. Я говорю, еще киллер какой духовный. Вот то же самое. Сергей Ушаков, муж ее. Это муж ее. Видишь, какой серьезный мужик. Как правило, расстегнутая. Женщина без платка. Не годится. Надеть платок, застегнуть все. Игнатий, вы серьезно считаете, что данная беседа для христиан. Исходя из ваших слов, может, мы не в той вере. Может, все пойдем активно делать обрезание. Вы позор православной вере. Я позор православной вере. Я для позора православной вере живу. Слово православное, это не евреи, евреилис. То есть, он против евреев что-то имеет. Это воля наше. Правь, славь. Я очень сожалею, что моя жена слушает и восхищается таким, как вы. Вот видите, я выбираю. Не выбираю. Он считает, что я позор. Я это открыто говорю. Я позор. Ну, стерпите этот позор. Дальше. Александр Пигалев. Игнать Тихонович, меня интересует вопрос на тему смерти. Вот после смерти какого-нибудь человека вы празднули 9 дней и 40 дней. Собственно, а почему? Точнее, как следует относиться к традиционному толкованию? И еще. Как посоветуете мне относиться к коммунистам? Ну, коммунистам как, говорят. Если бы раньше я был такой, я готовился их убивать. Поколотить их и в яму сбросить паразитов, что они натворили. А теперь, я говорю, только молиться за них. 9-40 дней, притом празднуют. Ну, это отмечают, чтобы помолиться, а не выпивкой заниматься. 9 дней там проходит на мытарство. Это так или не так, мы не знаем. Интересно, Конфуция спросили, говорит, вот мы заботимся о мертвых. И как правильно, неправильно делаем. Он говорит, если вы, я скажу, что правильно, вы из живых забудете, на кладбище будете сесть. Скажу неправильно, вы хоронить не будете. Умрешь, узнаешь сам. Я-то Конфуции, правда, сказал-то. Кто это? Маша Лясковская. Да. Несчастье, которое Господь попускает нам претерпеть, лучше счастье, которое мы сами себе строим. О, как? Своим верным Господь всегда вовремя попускает страдания. Да, благодарю Бога я за все страдания, за врагов-гонителей, каждый день благодарю. Они увеличивают награду. Я просто из-за них говорю, чтобы отстали и трудились. Это голос друга, который в полночь будет спящего. Пожар. И мудрый, оставив горячий дом, бежит спасать свою жизнь. А безумный сидит и стонет среди пламени, пока не погибнет вместе со сгоревшим домом. Видишь, какие слова говорят. Бог в помощь вам. Скорби и искушения посылает Господь, это однозначно. Я в это верю для обнаружения потаенных страстей, грехов. Но ропот, ропщу иногда. Это что-то за признак маловерия или нерадения, или недоверия Господу. Да, недоверие и все это. А искушения посылает Господь только однозначно. Это не так. Ну, Павлу были, что, для грехов избавиться было? У Христа сколько было искушалого сатана? Ну, это неправильно. Искушения бывают двух родов. От Бога и от заботы и прочее. Искушения какое? Гонения и болезни. Это от Бога. А остальное все от человека или от дьявола. Ирина Шиллер. Здравствуйте, отец Игнатий. Мира, добра и любви вам и вашим близким. Помогите, пожалуйста, нашей семье. Нас с мужем Георгием недавно развели. Но я просил и прошу примирения, так как мы вечны. У нас растет сын Родион. Он подросток. У него переходной возраст. Он нуждается в отце. Помогите, пожалуйста, восстановить семью, мир и лад в ней. Простите, проси Бог, Ирина. Видите, какие просьбы просят? Президенту даже не обращается с такими просьбами. Помогите восстановить семью. Помолился. Проходит сколько времени. Говорит, муж, не знаю, еще вдруг вернулся. Говорит, упал на колени, просит прощения. Я о ней говорю. Ой, какая ваша молитва? Знать не знаю. Молитва ничего не значит. Молитва просто открывает доступ к Богу, дверь открывает и всего. Макс, батюшка Игнатий, а дискотека это плохо? Как Бог на это реагирует? Ну, как Бог реагирует, я не знаю. Я знаю, что это от сатаны. От сатаны. И там уже видения были показаны, как дьявол людей слепляет. И потом на глазах возносится в дыму. Алия Питерская. Алия Питерская. Добрый день. Очень люблю слушать ваши беседы. Уважаю вас. Меня зовут Василиса. Я хочу за вас молиться. О здравии. Чтобы Бог дал вам силы дальше нас вразумлять. Скажите, вы по крещению Игнатия? Да. Как мне вас вспоминать в молитвах? Игнатия. За вас молюсь. Давно не размещали цитаты из Псалтирии и Библии. Хочется их побольше. Читать поучительные советы. Жизненные. Ну, чем больше даю, тем больше, говорит, некоторые желают. Сказать, что я мало даю, неправильно. Роман Радченко. Здравствуйте, Игнат Тихоныч. Подскажите, разве православная церковь чтит субботу? Да, суббота это означает воскресенье. Я уже доказывал по этому. По слову Божьему. Ну, найдите в тематике. Галина Крупина. Батюшка, благословите меня. Помолитесь за меня. Потерялась вы я в этом мире. Обманывают все. От этого грешу. Ну, каюсь. Даже сил не стало молиться. Не хочу читать. Тяжело. Ну, вот понятно. Что на это сказать? Проси Бога, чтобы дал страх Божий. А то я Бога люблю, Бога люблю. Игнатия Бринчинина говорит, начало мудрости страх Божий. Поэтому начни все сначала. Это сектанты все. Я полюбил Бога. Ты не можешь его полюбить, пока не будет страха Божьего. И он говорит так. Ему говорят, а вот есть верующие. Они такие плохие, они верующие даже лучше их. Говорит, не знаю. У верующих есть три причины, чтобы быть добрым. Первое. Страх наказания, что в ад попадешь за грехи. Второе. Обещание награды будущего века за то, что... И третье. С помощью существующая благодать Божия. И несмотря на это, еще спотыкается и падает. То что спрашивать с того, у которого ничего этого нет. И поэтому о том, что верующие бывают плохие, я это знаю. А о том, что неверующие могут быть хорошими, сказать не могу. Вот ответ какой. Так и здесь. Обратитесь Богу в страхе. Ждет в субботу вопрос. Ответ по субботе. Дальше. Постоянно живу, вижу в моем мире, что одни восхваляют субботу, как седьмой день недели, и указывают на необходимость ее празднования, согласно десятисловию Моисея. А иные не менее теряна доказывают, что закон тот был только до Христа, а Иисус пришел, чтобы отменить закон Моисеев. И теперь мы уже не под игом закона. И вопрошают, как так кто же прав? Православные или адвентисты седьмого дня, которых кличут субботниками? Ответ. Христос никак не отменил ни одной заповеди. Матфея 5.17 Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Не отменил Господь данный им же закон, а несравненно возвысил его. Понимание закона по-ветхозаветному привело к тому, что ревнители субботы следили за самим Господним субботой. Как он бесстрашно нарушает святую субботу, и по одному этому решали, что не от Бога и сей человек. Иоанна 9.16 Тогда некоторые из фарисеев говорили, что это не от Бога человек, потому что не хранит суббота. Видите, как ответы нужно давать. Вот я даю ответ как. Согласно Слову Божию. Дальше. Слово Божие. Дальше. Так что ветхозаветный в ревнители субботы и сегодня достигает полноты ревности только тогда, когда распунут самого Создателя мира. Ветхий Завет не отменен, но возвышен. И если там обещана обетованная земля, за которую нужно было отдать и жизнь, то в Новом Завете все иначе. Матфея 6.33 По закону нужно было проливать кровь ягненкой или козленком, а в Новом Завете уже кровь божественного Агнца на Голгофе. Все ветхозаветное было лишь детским лепетом по сравнению с тем, что нам даровал Христос. Тамошнее было лишь тенью. Тенью, а не самим телом. Еврея 10.1 Закон имеет тень будущих влаг, а не самый образ вещей. Видите, как ответы даю. То есть закон в понимании иудеев был лишь тенью того, что принесет господин субботы. Так что же теперь держаться за тень, как распявшие Христа иудеи? За субботу будет особо ревновать последний Антихрист в Третьем Храме в Иерусалиме. Ребенку свойственно преподать в груди матери, говорит Ярозлатоуст. Но взрослому мужу это крайне неприлично уже. Закон был для детского возраста человека и возвышен теперь. И все уже поднимается выше. Кто говорит ветхозаветную субботу в том понимании нужно, а это все притечи Антихриста? Римлянам 7.12 Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Но закон этот был дан по мерке ветхого человека, как дитя, и заповеди все были по мере полского человека. Закон вел ко Христу, который все заповеди возвысил, придал им совершенно новое значение и новую высоту, не отменяя самого закона и не попирая заповеди. Галатам 3.24 Итак, закон был для нас, детоводителям ко Христу, чтобы нам оправдаться верою. То есть нянькой был. Обрезание Иисус не отменил, но возвысил, как акт примирения и вступления в завет с ним. Даровал святое крещение, где омываются все грехи. Вот я даю такой ответ, это мои ответы, мои ответы. Другие дают какие ответы? Спросите священников, будут они так сидеть? Ни один и нигде в интернете этого нет. Там отдельно, там может человек 10 найдутся где-то. Еще дальше. Бытие 17.3 Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим, заветом вечным. Но ныне, Колосиан 2.11.12 В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением грехованного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. Ну прямо говорится, что теперь, обрезание было какое? В восьмидневном возрасте, но и ребенка в восьмидневном крестить надо. Сектанты, что слепые, не видят этого. А теперь новое обрезание, нерукотворенное, это крещение. Суббота была завершением ветхого творения, потом падшего в грех. То есть Бог завершил все, и суббота пахчил. Когда Христос творит все новое, то и день отдыха у Него новый, когда Он воскрес. Откровение 21.5 И сказал, сидящий на престоле, все творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова си истинны и верны. Вот в субботнике адвентисты, они этого не знают. Новое, новое творение, они все еще предсказоветнее творение празднуют. Истина одна. Истина одна. Галатам 4.16 Итак, неужели я сделался врагом вашим, когда, говоря вам истину? Видите, надо увеличить было шрифт даже, священное писание, показать другой краской. Это с любовью все сделано. Истинно во Христе, а не в ветхом законе, ибо Он пришел к концу с приходом Христа. В Римлянам 10.4 Потому что конец закона Христос, праведности всякого верующего. Как закон, ослабленный плотью, и был бессилен, так Бог послал Сына Своего в подобие, плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Вот кто называет себя там и миссионер, и кто другой, возьмите вот это. Лучше этого просто ничего нету. Ну, я говорю, как миссионер. Как беседовать с адвентистами, кто субботу соблюдает. Вот, какой порядок. Там был Агнец и кровь его, а ныне сам Господь и его предчистая кровь. 1 Петра 1.19 Драгоценную кровь Христа, как непорочного и чистого Агнеца. Закон только открывает человеку его грехи, но не избавляет от них. Тому, кто будет исполнять его, обещана жизнь, а удел нарушившего его смерть. Там были искрежали закона, слова Бога и Яговы, и ковчег, где они хранились. В Новом же Завете сошло само слово через чрево, преснадива Марии, преблагословенной избранницы Духа Святого. То есть, там были искрежали, у нас Христос. Там был ковчег, у нас Божья Матерь. Освобождается ли он теперь от требований закона Божьего? Павел говорит, итак, мы уничтожаем закон веры? Никак, но закон утверждаем. И мы всем сердцем можем сказать, как люблю я закон твой. Весь день размышляю о нем. Псалом 118,19,19,19. Закон Господа совершен, укрепляя душу. Псалом 18,7. Закон свят, и заповедь свята, и праведная добра. Римлянам 7,12. А в субботнем дне, как прообразе будущего покоя, мы узнаем и в воскресенье Христа, что этот полный и подлинный в новом творении покой наступил только в первый день недели, то есть в воскресенье. Левитов 16,31. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. То есть суббота, это воскресенье сегодня. Она указывала на воскресенье. Они этого не понимают. Субботу Христос и проповедовал умершим душам. А это был труд. 1 Петра 19, которым он находящимся в темнице, духом сойдя проповедовал. А чтобы адвентистам сохранить субботу, они говорят, а никакой преисподней нету, никуда он не сходил. Да к духам. А у души у человека нету. То есть им нужно дальше, оправдывая субботу, лепить и лепить ереси. 1 Петра 4, 6. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду, по человеку плотью и жили по Богу с духом. Суббота это радость. Осия 2, 11. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее. Но радость христиан ныне уже не в субботу в древнюю, а в субботу новую, в первый день нового творения, да будет свет. Евангелетана 16, 21. Женщина, когда рожает, терпит скорбь, потому что пришел часть ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Когда радость была? Когда Христос воскрес? Дальше настрой стих. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваше никто не отнимет. Ну кто? Когда? На что указал? Там суббота радуется, а здесь прямо говорит, когда я воскресну. Эта радость ныне, воскресный день, когда ученикам явился воскресший Агнец. Об этом было пророчество. В какой день нам радоваться? Не в субботу ветхую, а в субботу покоя новую, именно воскресный день. Псалом 117, 24. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся волной. Что же за этот день? Христос, как звезда Давидова, воссиял из преисподних мест, и радость наполнила мир, как при рождении. Ватфея 2, 10. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. Кто понимает о субботе по ветхозаветному, они не отмечают день воскресения радостными кликами. Господь Христос неоднократно возвышал закон о его новом понимании. А я говорю вам, Ватфея 5, 34. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий. Даша, я говорю, я говорю, противоположное бывшему деяния. 27. Первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел. Даша, Христос своим явлениями, что подтвердил. Что этот день предпочтен им. Это его день. День торжества, а не скорби иудейской. Иоанн где? 20, 19. Двери были заперты. Иоанна. 20, 26. Иоанна. На вопрос. А как узнать, где истина? То ответ такой, где одинаково у всех, там истина. А что день Господень есть в воскресенье, первый день недели. Это понимали даже все еретики так же. Да зачем бы нам оставаться с еретиками, у которых столько заблуждений, и которые без священства, и не есть церковь, чтобы оставить сон святых, которые понимали именно так, как я сказал уже выше. Днем Господнем у христиан с первого же дня назывался именно день воскресенья Иисуса из гроба. Говорят, это князь Константин, и называется зон так, это день солнца, потому что... Да Христос в 83-12 Псалом говорит, Он есть солнце и щит, а не языческое солнце. Суббота стала печалью, потеря возлюбленного. Иоанн Гелия Теана 16, 26, 16, 22. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце вашей радости, вашей нити. Дальше. Католики. Католики, православные, григорьные армяне, сирская, копская церковь от апостольских времен, все эти пять церквей, паптиисты, лютеране, да и все почти малые секты понимают так же, что ныне день Господень есть воскресенье. Христос в субботу соблюдал, ибо творение новое еще не закончилось. Оно получит завершение по спасению душ при исподних местах, которые адвентисты отрицают на погибель себе. Думаю, что сказанного вполне достаточно, чтобы понять заблуждение адвентистов и признать им душу и существование ада и возвышение субботы до новозаветнего ее совершенства. Толкований в Святой Библии о субботе нет, ибо это уже дело учителей, которых Бог поставил с первого дня церкви. Вот где первое кореньки, но вот где учители? Апостол Павел говорит, поставил. А не будет ставить. То есть они уже были при нем. Мы можем назвать их поименно, минимум 1173 и на каждый век с первого века. Еретики адвентисты и прочие бездушные не могут до 1841 года никого назвать. Редко какая секта начинала свое существование с великого обмана. С объявления года и в дня пришествия Христова 1842 года. Я говорю, что у них было, как они обманывали людей и дальше. Ну просто прочитайте, большой ответ. Это один ответ только дают такой. Вот оно где. Ложное понимание. А дни субботними повлекло адвентистов к отрицанию бессмертной души, к отрицанию ада, чтобы доказать, что Христос в три дня никуда не сходил. 37 мест в Святой Библии. А я 37 мест привожу только. Ну тут дальше говорится. Наталья, с чем? Вопросы. Прошу замолить. Прочитать Библию. Дальше. За упокойное. Видите, какой ответ. Как надо поминать. Кота раз спрашивает там 40 дней. Смотрите, какие ответы. Дальше. Вот сколько мест из Святой Библии. Люди пришли не к нам с вопросом, а к Богу. Вот считай. Это один ответ только, один. Один. Это все места из Святой Библии. На вопрос вот так. Это кто? Алена Куртовских, 10 лет, Нижегородская область. Я не могу понять, зачем Иисуса Христа казнили. Просто мне бабушка говорила, что он ради людей умер. Мне много говорили, и каждый раз разное. А вы, я думаю, знаете. Ну да, умер за грехи наши по любви своей. И держи, главное, плак российский. Умница. В наш лагерь приходи. Там все это будешь знать. Вот смотри, я отвечаю. Алена, перед вами флаг российский. А вы знаете ли, что он самый лучший за всю мировую историю геральдических знаков и символов? Сам вопрос о Христе будет отвечен ниже по Святой Библии. Мне пришлось благодать. Это наши детские лагеря, за границей. Я говорю, где это? Ближнее окружение президента Ельцина. Прочитай. Так, ближнее окружение президента Ельцина. Когда он утром проснулся и взглянул на флаг, который впервые вывесили вчера в темноте, то спросу, я даже не поверил, изматерился. Да что же они надели? Флаг-то везет вверх ногами. Наделали. Наделали. Флаг-то везет вверх ногами. Белой полосой вниз. Его тут же успокоили. Борис Николаевич, да никто же этого даже не заметил. Все равно никто ничего не понимает. А рабочие-то вчера тоже на радостях были пьяные. Ну а впереди, я говорю, ни разу нигде не встретил ни одного человека, кто толково разъяснил бы, что означает наш трехцветный российский флаг, что означает три полосы, три холора именно в таком порядке, снизу вверх. Я даю вопрос. Где? Я даю вопрос полному залу милиции в краевом управлении УВД, где сотни офицеров и у каждого нашивка флажка. И ни один не может ответить. Но вижу, что хотят узнать, поясняя, что лучшего флага за всю мировую историю не было на земном шаре и не будет никогда. Это не только наш национальный флаг, но это сверхнациональный, вневременный, внеконфессиональный. От Адамы до Антихриста может быть единственным, в котором заложен смысл всей истории человечества, независимо от религиозных, национальных и политических взглядов человека и страны. Работая на кораблях, учащаясь на штурмана в высшем мореходном училище в Риге, я знал практически все флаги мира стран, имеющих выход к морю. И каждая страна, княжество, город, свой флаг закладывают смысл и устремление существования своей страны. США, количество штатов и владычества. Англия, волнистые полосы, владычица морей. Все временное, все земное и так всюду. Но вот российский флаг, как бы специально дарованный чудотворной силой и неземным знанием с какой-то великой целью. Первое. Снизу красная полоса без единого и иного знака. Звездочки или серпа. Это земля, пропитанная кровью от коры до земного шара до центра. Как говорит Мицкевич. Проклятие Божие и дарование веры. Бытие 4.11 или 3.15. Доказываю первое, что означает красная. Ощущает от всякого греха. Прочитайте. Второе. Синяя полоса надежда. Синее небо меня так манит, зная, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире без следа канет. В небе не будет мести угроз. Человек не свинья под дубом. Он должен смотреть кверху на синее небо. И теперь вот все места, которые доказывают, что именно так. Почитайте. Это выражается в символах, в законах о жертвах данного Моисея. Третье. Белая полоса вверху. Любовь безгрешная. Высшая над всем. Вот где. Корифоном 13.3. Дальше. Все умрем, а потом всем предстать на страшный, неподкупный суд Божий. Это во всех религиях зафиксировано. Дальше. Как человеком положено умереть? И 20 глава 11 стих. И увидел я великий белый престол, сидящий на нем, как от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось себе места. Белый престол. Это уже суд. Итак. Итак, земля по мышлению о небе, жизнь для неба и суд Божий. Вот что означает флаг. Значит, земля, синяя по мышлению о небе и жизнь для неба и суд Божий. Именно в таком порядке эти три полосы находятся на российском флаге. Быть может, это тоже знак, что Россия должна встать в духовном плане, хотя ныне она и ограблена, раздроблена, униженная, но воскресшая со Христом Спасителем. Требуется все увязывать со цветами флага, триколор, с историей человеческого рода и с плана Божьего творения. Грех, тире, кровь, призык святости, жизнь по законам неба. Синяя. И полное уничтожение зла надежда переходит в подлинное видение, тире, только белое, чистое у белого престола благодати и суда Божия. Ответ нужно всегда искать. Сначала Святой Библии, а она есть Слово Божие. Вот что Бог говорит о жертве, о распятии. Дальше, что о жертве, о распятии. Вот посмотрите, сколько мест Писания. Это девочки, отвечаю, столько мест. Девочки. Дальше. Вот оно где. Ранами его мы исцелились. Еще. Андрей Смирнов, добрый день, Игнатий Лавкин. Были у меня отношения с девушкой с самого начала, были проблемы, но я верил, что все исправится. Любил ее. Забеременела, хотела стать моей женой. А я не хотел, так как меня не слушала. А месяца два назад вообще ушла от меня, сказала, что разлюбила. Я ей говорил, женюсь, но при одном условии, жить будем по Евангелии и Библии. И получил отказ. Не по Евангелию за счет, это ничего. А теперь уже требуют. Вот ты уже не имеешь права требовать с нее ничего. Муж не удержался. Теперь ты будешь в подчинении. Ребенок родился 6 декабря. Я хочу воспитывать и не отказываюсь от ребенка. Я понимаю, что ребенок родился в блуду. Как быть? Что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию? Теща там вообще зло. Никого не слушает. Клевещет на меня. Говорит, сами воспитаем. Как будто я отказываюсь от ребенка. Ввинят во всем меня. Как мне быть в такой ситуации? Согласно Слову Божьему. Никакого подслушания бывшей не было. Мнение моего не слушала. Чуть. Что сразу перечит. Хотя вроде христианка. На вопрос, кому Господь дал ребенка, говорит мне. Как быть с такой? Да. Я пытаюсь объяснить, что нам нужно сохранить семью. Семью. Ведь перед Богом отвечать будем, на что она. Я отвечу. Никакого понимания нет. Пожалуйста, ответь. Ну что ему отвечать-то? Пожалуйста. Игла. Я уже отвечал, что нужно сначала решить два вопроса. Даже три. Пока, и сверните Евангелие. Потому что это люди не верны. Еще и Геннадий Морозов. По клоунатий Тихонович, как приобщиться к РПЦЗ? Что для этого нужно? Ну надо к Богу приобщаться, а не искать это. Ну и все на сегодня. Видите, какие ответы, какие полные, по Слову Божию. Но если найдете еще где-то, чтобы вот так отвечали, по полноте, тогда дайте мне знать. Я желаю с таким человеком познакомиться. Почему так лютует вокруг меня? Потому что сатана. Он не любит такие ответы. Дальше. Все. Это какой у меня будет? 64. 64.